Ну что, еще раз добрый день. Меня зовут Максим Васюхин. Сегодня у нас тема вебинара портативных флотов иолинк. Я сегодня буду не один, со мной мои коллеги Артур Дусов, вы его должны сейчас видеть. И Эдуард Макаев к нам подключится, как только решит свои проблемы по технике. Многие работают из дома. Мне, к сожалению, сегодня пришлось все-таки добраться в офис. Опять же из-за вопросов с интернетом домашним. Если какие-то вопросы у вас будут возникать, любого характера, в принципе, можете задавать их в чате сразу. Мы либо по ходу презентации будем на них отвечать, либо в конце раздела. Так, ну что. Ну, как я уже сказал, многие находятся дома и работают из дома в связи со сложившейся ситуацией. Ну, ничего не поделаешь. Мы, собственно, наша компания, как и многие другие, сейчас работают в удаленном режиме. И мы, в частности, активно пользуемся устройствами, которые нам предлагает Eolink. Устройства, которые нам помогают работать из дома, улучшают качество нашей работы, в частности. Вот так выглядит, например, мое рабочее место. Здесь вы можете увидеть спикерфон Eolink CP700, увидеть камеру Eolink, которая не так давно у нас появилась. Eolink UVC30. Собственно, это мое стандартное рабочее место. Я немножко отделился от своей семьи, мне это удалось сделать. Ну, кроме портативных устройств, мы, конечно, используем сервер для видеоконференции. Вот так выглядит наше собрание еженедельное. То есть мы никуда не делись, работаем по возможности из дома, сохраняем свой рабочий график максимально, насколько это возможно. Ну, и еженедельное собрание никто не отменял. Собственно, вот так это выглядит. Я думаю, уже всем знакомая многим картинка. Но здесь мы работаем на решениях от Eolink. Eolink Meeting Server. Собственно, о нем мы тоже сегодня немного поговорим. Собственно, даже несмотря на то, что я нахожусь сейчас физически в офисе, я принес с собой мое удаленное рабочее место. Собственно, с него я провожу вебинар. Вот вы можете видеть, я читаю со спикерфона Eolink CP700. Я его немножко отверну, возможно, голос пропал. Но вот как раз заодно вы сможете оценить живьем разницу в голосе, разницу в звучании. Я буду говорить через спикерфон Eolink, Артур через наушники с микрофоном, и Эдуард, вот он, кстати, к нам присоединился, Эдуард будет вещать через обычный микрофон на ноутбуке. Кстати, здесь пока есть возможность, сразу вам покажу. Собственно, у меня камера сейчас установлена UVC30, но о ней Артур расскажет чуть попозже, более подробно. Я думаю, вы уже можете оценить, если посмотрите на мое видео, достаточно широкий угол захвата и очень интересную и нужную фишку, так скажем, это автоматическое кадрирование. То есть камера имеет достаточно высокое разрешение. Вот если я, например, сейчас пододвинусь, камера для меня автоматически наводит изображение. То есть функционал очень удобный. Ну, я думаю, коллеги еще об этом расскажут более подробно дальше. Ну, а мы переходим, собственно, к продуктам, которые мы используем. Это спикерфон, как я уже сказал, камера, о наушниках сегодня поговорим, и о платформе E-LinkMetting Server. Спикерфоны. Спикерфоны E-Link на сегодня представлены в двух моделях. Это модель CP700, собственно, через которую я сейчас разговариваю, которая у меня подключена, и модель CP900. Комплектация поставки бывает разная. Возможно, приобретение как CP900 с модулем BT50, так и без него. То же самое касается CP700. Зачем нужен этот модуль? Чуть подальше я вам расскажу. Два устройства. CP900 старшая модель, CP700 модель помладше. Как раз CP700, ну, об этом тоже мы поговорим, больше предназначен для такого личного использования, вот, например, как я сейчас. Собственно, что эти модели отличают? Ну, в первую очередь, это дизайн, конечно же, потому что устройство мы используем зачастую как персональное, либо как устройство для ведения переговоров в переговорной комнате. Ну, и дизайн здесь, на мой взгляд, у Ялинка очень-очень хороший, то есть вполне в тренде. Это полностью пластик, пластик нескольких цветов, черный и серый. Ну, и, соответственно, дизайн микрофона, дизайн кнопок здесь, в принципе, вполне себе в тренде. Говорится, не стыдно показать и заказчикам, и нам использовать. Устройства имеют действительно компактный размер, то есть оно у меня, оно практически помещается в ладони. Устройство CP700, CP900 чуть побольше. Вполне пригодно для переноски. Собственно, вместе с устройством в комплекте идет чехол для переноски. Выглядит он вот таким образом, попытаюсь показать. То есть он достаточно жесткий, упругий, то есть можно вполне убрать сразу туда устройство и закинуть там рюкзак, сумку и спокойно носить с собой. То есть у вас всегда будет под рукой устройство, с помощью которого можно хорошо передавать звук, ну и использовать его в том числе в личных целях. Дальше, я думаю, мы об этом расскажем. Касательно управления, все кнопки сенсорные, все клавиши сенсорные. То есть устройство имеет стандартный набор клавиш, все, что нужно, можно спокойно там включить, выключить. Собственно, на слайде вы сейчас видите расположение. Все эти клавиши сенсорные подсвечиваются. Да, и вот тут уже и слушатель обратил внимание, в устройстве есть отдельная клавиша Teams, которая фактически имеет две функции. Первое, если у вас на рабочем, ну если вы подключаете устройство к ноутбуку, например, и у вас запущено где-то в трее висит приложение Teams, то при нажатии на эту клавишу это приложение Teams автоматически разворачивается у вас на ноутбуке, автоматически открывается. Очень удобно, мы тестировали, действительно, у нас мы тоже Teams немного пользуемся в офисе, и если нужно кому-то позвонить, быстро набрать, просто нажимаете клавишу, сразу Teams у вас запускается приложение. Либо, если Teams приложение не установлено, и вы подключаете устройство к мобильному телефону или к планшету, при нажатии на эту клавишу вызывается голосовой помощник, который у вас установлен на мобильном телефоне. Тоже функционалы интересные, то есть можно, один раз нажав клавишу, дальше управлять уже голосом, телефонным голосом лазить по записной книге, например, и набирать, совершать звонок голосом. Пойдем дальше. Ну, про качество звука, ну, во-первых, вы сами сейчас можете оценить захват микрофона, качество захвата микрофона. Присутствует подавление шумов, присутствует эхоподавление, и это действительно работает. Я вот пока это устройство использую дома, я его использую по максимуму, то есть я и к мобильному телефону подключаю, какие-то конференции, аудио мы проводим, и в личном использовании тоже было это устройство замечено, когда общаюсь там со своими родственниками, например, по видео, и действительно все замечают разницу, когда подключаю, когда я подключаю устройство CP700, действительно голос становится чище, пропадают все посторонние шумы, звук из окна, например, там кто-то сверлит, практически не слышно, такое тоже бывает. Ну, собственно, этому способствует, кроме эхоподавления и подавления шума, массив микрофонов из двух штук CP700 и из шести штук CP900. Ну, и, соответственно, качество HD, и вот во всех своих устройствах, которые выходят последние, наверное, год-полтора, Ялинк уже применяет свою собственную технологию Ялинк Нойс Пруф. То есть это программное улучшение качества звука, то есть программное устройство, ну, как-то полностью не отключает, конечно, но очень сильно тушит все посторонние шумы. То есть голос выводится всегда на первый план. Касательно подключения, ну, здесь я уже немножко рассказал, то есть в устройстве, во-первых, есть уже встроенный кабель USB, собственно, кабель почти метр длиной, то есть устройство можно подключать к ноутбуку, например, обычному USB. В устройстве есть встроенный Bluetooth, соответственно, и с помощью Bluetooth можно подключать либо к компьютеру-ноутбуку, где есть уже Bluetooth, либо к мобильному телефону или планшету. Если же у вас на ноутбуке или на компьютере нет встроенного Bluetooth, здесь нам помогает модуль BT50, который, собственно, который я использую сейчас. Он имеет несколько функций, то есть не только, если у вас нет в компьютере Bluetooth, но и с помощью этого устройства оно работает, точнее, помогает для быстрого и простого подключения, так называемый plug-and-play. То есть подключили BT50 к ноутбуку, и устройство автоматически подключилось к этому модулю, автоматически можете использовать. Ну и плюс при использовании BT50 этого модуля у вас увеличивается дистанция захвата порядка 30 метров. То есть можно уйти в соседние кабинеты, например, к какому-то коллеге и, собственно, вместе с ним проводить аудиоконференцию. Вопрос касательно IP-телефонов. Смотрите, мы тестировали, конечно же, к IP-телефонам их подключать можно, но там есть некоторый ряд ограничений. Ялинк обещает в ближайшее время, ну, я думаю, что это во втором квартале должно произойти, выпустить обновление программного обеспечения для спикерфонов, и будет уже полноценной поддержкой и полноценной работой этих спикерфонов с настольными телефонами Ялинк. Вот, есть нюансы. Опять же, программное обеспечение можно обновлять, в принципе, у нас эта информация есть на сайте, можно посмотреть у нас на сайте Ялинк. Ну, если возникает проблема, опять же, у нас есть техническая поддержка, совершенно бесплатная, можно любой вопрос задать, мы обязательно подскажем, поможем. Так, ну, пойдем дальше. Касательно батареи. Ялинк заявляет режим работы, время работы в режиме ожидания больше года. Год и больше года на устройствах. То есть устройство использует литий-полимерные батареи, достаточно быстро заряжаются за три часа полностью, и, собственно, устройство показывает заряд батареи. Вот вы видите слева на слайде разный режим, то есть вы всегда сможете увидеть, какой сейчас заряд батареи у этих спикерфонов. Эти устройства сертифицированы с сервисами Microsoft Teams и Microsoft Skype for Business. Оба устройства, и CP900, и CP700, то есть Microsoft их протестировал, и, собственно, эти устройства прекрасно работают с приложениями Microsoft Teams и Microsoft Skype for Business. То есть те компании, которые используются, пользуются сервисами Microsoft, в своей работе, могут спокойно, не боясь использовать эти устройства. И они точно будут работать. О сценариях использования нам расскажет Эдуард, который к нам присоединился во время нашего доклада. Эдуард, даю тебе слово. Коллеги, здравствуйте. Спасибо большое, Максим. Да, действительно, использование спикерфонов довольно широкие варианты и имеет место быть. Спикерфоны можно использовать в качестве устройства громкой связи для мобильных сотрудников. Для этого необходимо спикерфон подключить через Bluetooth, к примеру, к мобильному телефону и уже разговаривать с кем-то. Также спикерфон подходит для оснащения переговорных комнат, где используются сервисы телефонии, либо универсированных коммуникаций, такие как Skype for Business и Teams, про что Максим сказал на прошлом слайде. Можно дальше? Да, также спикерфон можно использовать в качестве устройства передачи звука при всевозможных видеоконференциях, где применяются программные клиенты в паре с камерой. Спикерфон в данном случае будет как устройство ввода-вывода звука и вы сможете без проблем проводить видеоконференц-связь. Также спикерфон можно использовать в ап-автомобиле, к примеру, когда необходимы свободные руки, чтобы следить за движением, спикерфон позволит вам обеспечить громкую связь в автомобиле. Так, Максим, можно дальше, пожалуйста. Также спикерфон может использоваться для прослушивания музыкальных файлов, к примеру, музыки, всевозможных подкастов, аудиокниг и, естественно, как альтернативное решение обычного телефона. Для этого необходимо спикерфон подключить к компьютеру либо к ПК, либо к ноутбуку через USB. На этом, наверное, использование все так. Да, Эдуард, спасибо. Я бы хотел единственное добавить, что CP900 позиционируется больше для использования в таких небольших переговорных комнатах. Есть такое понятие, как Huddle Room, например, то есть комнаты на 3-4-5 человек, 5 сотрудников, то есть здесь не нужно покупать, например, достаточно дорогой конференц-телефон, например, большой, будет вполне достаточно небольшого такого USB-устройства. Ну, а CP700 позиционируется для использования опять же в небольших переговорных, там, на 2-3 человека, ну и больше, конечно, для личного использования. Ну, на мой взгляд, эти устройства сейчас немножко недооцененные на рынке, я думаю, что их развитие будет продолжаться, все больше и больше пользователей смогут оценить действительно качество и удобство в работе, ну, на что, собственно, мы тоже рассчитываем, и я думаю, наши партнеры в этом нам должны помочь, в том числе, чтобы доносить информацию. Соответственно, эти спикерфоны можно всегда взять на тестирование у нас, посмотреть, потестировать, качество звука, можно заказчику показать, собственно, и заказчики могут взять, тестировать через наших партнеров, ну, устройство действительно интересное. К софтфону, конечно, можно прицепить, то есть, фактически, если софтфон установлен на ноутбуке, например, то при подключении спикерфона он используется просто как устройство ввода, вывода звука. Здесь никаких проблем нет, это то же самое с мобильным телефоном. Я, например, когда по WhatsApp звоню, через WhatsApp звоню родственникам, своим каким-то друзьям, я замечательно использую этот спикерфон. И вот еще очень частый сценарий использования, я не знаю, многие с этим сталкивались, когда нам нужно быстро собрать аудиоконференцию, нужно подключить коллег удаленных, например, ничего под рукой нет, мы берем мобильный телефон, включаем громкую связь, и вот так все к мобильному телефону наклоняемся, пытаемся что-то сказать либо что-то услышать. Собственно, зачастую тратится куча времени на то, чтобы переспросить, на то, чтобы слышно, не слышно, чтобы таких ситуаций избежать. Соответственно, все мы знаем, что время это деньги. в таких ситуациях нужно, чтобы всегда под рукой был CP700, как минимум, чтобы можно быстро подключить и быстро собрать конференцию. Так, ладно, пойдем дальше. Ну и, конечно, дома зачастую мы пользуемся гарнитурами. У меня дома гарнитура UH-33, UH-36 еще пока к нам не доедут, но я сейчас расскажу. Собственно, гарнитуры в линейке оборудований EOLINK также присутствуют. Гарнитуры эти профессиональные, ну, я думаю, многие наши партнеры, которые здесь в том числе присутствуют, прекрасно понимают разницу между обычной гарнитурой и гарнитурой профессиональной, которая работает больше на захват голоса, на воспроизведение голоса. Собственно, USB-гарнитуры, гарнитура сейчас физически в России одна, это моноуральная гарнитура, гарнитура с одним ухом, называется она UH-33. Собственно, гарнитура имеет фактически два физических разъема, это основной разъем USB и разъем Jack 3,5 миллиметра. Цены можно можно посмотреть у нас на сайте ipmatica.ru рекомендованные розничные цены. В презентации мы эти цены не добавили. Собственно, вот эта рекомендованная розница на UH-33 на этом слайде. Вот, собственно, эта гарнитура достаточно давно, она раньше называлась UH-33 USB, но примерно полгода назад произошло переименование этой гарнитуры, но она опять же сертифицирована под работу сервисами Skype for Business. Пойдем, наверное, дальше. Новинки. Новинки. Буквально неделю назад я ринг анонсировал две новых гарнитуры. Это моноуральные единоуральные гарнитуры называется EH-36. EOLINK сейчас их сертифицирует с сервисами Microsoft, сертификация также будет, я думаю, мы об этом дополнительно выпустим специальные новости у нас на сайте. Собственно, гарнитуру отличает, гарнитуру уже более высокого уровня, собственно, с лучшим качеством звука, с лучшим захватом звука. У гарнитуры есть пульт управления такой же, как и в UH-33. Собственно, гарнитура также имеет два варианта подключения, либо через USB, либо через джек 3,5 мм. Ну, а подключение у меня там дальше будет слайд. Собственно, вторая гарнитура это гарнитура бинауральная, гарнитура с двумя динамиками. Собственно, ну, основные характеристики можете видеть сейчас на слайде. Ну, пока у нас вот такая вот общая информация есть об этих гарнитурах, я думаю, где-то к июню эти гарнитуры к нам уже приедут, мы сможем их потестировать максимально, ну, и побольше вам обязательно расскажем про них. Ну, из интересного, соответственно, у гарнитуры есть такой переходник, на котором расположены клавиши, клавиши приема отбоя вызова, клавиши физически, опять же, увеличение, уменьшение громкости, то есть фактически звонком можно управлять с помощью этого пульта при подключении к, через USB, например, компьютера, либо к телефону Ялинк, опять же, с телефоном Ялинк эти устройства полностью совместимы, то есть вы можете принимать спокойно звонок с помощью этого пульта управления, отбивать звонок, ставить на удержание, в общем, основные функции можно использовать. Ну и кроме этого, в гарнитуре есть светодиодный индикатор, который, собственно, показывает занятость, то есть режим разговора, например, может показывать, что приходит звонок, ну, очень полезный функционал для использования, например, в колл-центре, то есть всегда коллега будет знать, что вы сейчас, например, разговариваете, что у вас идет разговор и не будет вас прерывать. Варианты подключения, собственно, на слайде вот так схематичными отобразили, соответственно, вот этот вот пульт управления, он уже идет в комплекте, соответственно, подключение либо через USB, собственно, к персональному компьютеру, либо к мобильному, либо к телефону Ялинк, либо можно также использовать, как обычную гарнитуру, и подключать ее через разъем 3,5 миллиметра к мобильному устройству либо планшетке. Ну и в комплекте будет идти специальный чехол такой для переноски, собственно, тоже гарнитуру можно спокойно носить с собой, кидать ее в рюкзак, в портфель и использовать, например, во время командировок, то есть всегда у вас будет под рукой возможность качественно поговорить с собеседником. Ну, опять передаю слово своему коллеге Эдуард. Коллеги, ну, конечно же, основное преимущество гарнитур это свободные руки. Такая задача прежде всего стоит в колл-центрах профессиональных, когда сотруднику необходимо иметь свободные руки, чтобы во время разговора записывать какую-то информацию. Для колл-центров мы можем предложить, как уже сказал Максим, с двумя динамиками гарнитуры, либо с одним. Все зависит от того, насколько близко сотрудники расположены друг с другом, не будут ли они мешать друг другу для того, чтобы слышать потенциального клиента. Вот, но также гарнитуры можно использовать и в офисе на работе, и, как сейчас актуально, если вы работаете из дома, то чтобы не беспокоить и, к примеру, тех людей, с кем живете, вы можете работать с гарнитурой, принимать звонки, прослушивать музыку, смотреть вебинары, к примеру. Поэтому гарнитуры в принципе можно использовать во всех кейсах, где необходимо вот вывод звука. Да, Эдур, спасибо. Ну, я думаю, сейчас дома без гарнитуры с микрофоном, я думаю, уже не обойтись никуда, все-таки созвание с коллегами надо. Ну, что, продолжим дальше. Ну, и здесь я даю, передаю слово Артуру Дусову, моему коллегу, коллеге, который вам расскажет про видео решение от Ярик. Артур. Добрый день всем спасибо, Максим, Эдуард. Я менеджер по продукции видеоконферент связи и, соответственно, хотел бы развить тему аудио, USB-периферии, компьютеры, телефонные, в области видео. Понятно, что видео это дает большой плюс к удалерному коммуникации, к удалерному общению, да, то есть это более комфортно, это больше реализма, это больше эффект присутствия, то есть вы более комфортно чувствуете себя собеседником, потому что вы видите его эмоции, мимику, что он ничего не держит за спиной, и как бы более информативно, и как бы в этом здесь Яринк предлагает видеокамеры, USB-видеокамеры, Яринк и UVC-30. Вот. Вот. Артур запустил себя презентацию. UVC-30 это широкоугольные камеры с очень емкой качественной матрицей 4К. Они предлагаются в двух исполнениях. Это для переговорных комнат, так называемый UVC-30 и для настольного применения это UVC-30 десктоп. Отличие между ними в глубине резкости, то есть они если UVC рассчитано на применение на то, что участники сидят где-то на расстоянии от 1 до 5 метров в комнате, соответственно десктоп рассчитан на применение что участники сидят где-то от полуметра до 3 метров. Вот. Это основное их отличие. А так они обе широкоугольные, то есть можно сидеть очень близко к крану, хорошо захватывать изображение и это очень удобно для маленьких переговорных комнат. Вот если рум это от 2 до 5 человек, то десктопная версия это от 1 до 2 участников. На следующем слайде вы видите подробный внешний вид. Как видите они достаточно портативные, то есть там складной кронштейн, то есть его всегда можно убрать, сложить и взять с собой в командировку например, использовать мобильное применение. Видите различия между настольной и комнатной версией. Кроме глубины резкости они еще отличаются от USB кабеля тоже разной длины. Плюс доступная настольная версия еще встроенный микрофон и встроенный биометрический датчик, что очень удобно для настольного применения. Об этом чуть позже. А так качественные камеры хорошей оптикой они достаточно интеллектуальные то есть там есть строенные алгоритмы которые позволяют распознавать лица. Максим продемонстрировал сегодня в начале вебинара как это работает. То есть функция автокадрирования позволяет оптимально разместить всех присутствующих в комнате распознавать лица и подстраивать кадры захвата таким образом чтобы всех было видно более подробно об USB камере одностойной USB камеры встроенный микрофон он действует в секторе 150 градусов на 2 метра захватывает звук и встроенный биометрический датчик он позволяет реализовать функцию Windows Hello камера сертифицирована Microsoft для этой функции Windows Hello она позволяет быстро и как бы оперативно войти в Windows всего лишь показав себя в камеру достаточно посмотреть в объектив встроенный алгоритм опознают вас как разрешенного участника как санкционированного участника и опустят Windows быстро как бы и безопасно камера является управляемыми управление обеспечивается с помощью специального приложения группа Connect он доступен для скачивания на сайте и на сайте Ялинк в том числе можно скачать поставить на компьютер и удаленно управлять плюс это приложение оно позволяет еще и как бы реализовать эту интеллектуальную функцию видеокамер а именно подсчет присутствующих в комнате то есть мало того что он опознает кто присутствует в комнате он же также еще и подсчитывает их для статистики может быть даже неудобно и плюс здесь еще хотел бы предложить управление сенсорной панели то есть как раз UVC камера и UVC 30 она совместима с сенсорной панель InTouch которая также предлагается в нашей компании она есть на складе у нас вот это сенсорная панель размером 8 дюймов при подключении компьютера она обеспечивает уже управление как камерой так и конференцией прикосновения вы можете управлять камеры поддерживают электронный ПТЗ то есть с электронной настройкой то есть механически камера не двигается но емкая матрица внутри и функция автокадрирования позволяет как раз реализовать этот функционал то есть можно управлять наклонять поворачивать камеру приближать в определенных пределах не сильно но тем не менее все таки для такой камеры для небольших помещений как раз более чем достаточно вот и здесь надо тоже сказать что вот этот RoomConnect он является агентом для удаленного администрирования всех устройств Ялинк вот коллеги не сказали об этом а у Ялинка есть еще такое приложение как у IDMP Ялинк девайс менеджмент платформ который позволяет администрировать все устройства Ялинк из одной точки централизованно из облака не обязательно из облака то есть это можно и компания развернуть в сетевом центре очень удобно особенно если как бы очень много купили Ялинк что очень хорошо конечно же но тем не менее да то есть большим количеством управлять достаточно сложно и как раз это приложение помогает это сделать наиболее оперативно и быстро то есть можно там обновлять программное обеспечение автопровизион делать список контактов менять все такие вещи администраторские камеры они как бы поддерживают стандарт UVC что это значит это USB видеокласс то есть все камеры которые поддерживают этот стандарт это общий стандарт для применения с операционными системами Windows OS X Android это значит что камеры автоматически распознаются и работают без каких-либо установки каких-либо дополнительных драйверов а соответственно эти камеры можно использовать с большим количеством терминальных приложений видеотерминальных приложений не обязательно Ялинк это может быть и другие компании то есть это стандарт для всех ВСИ вот ну понятно что я же в свою очередь хотел бы рекомендовать использовать их платформы Ялинк серверы видеоконференц-связи которые мы также используем в нашей компании вот обычно ну это это серверное приложение да то есть это функционал вы его видите на экране то есть справа здесь кроме того что доступны функции конференц-связи здесь есть как бы функция управления конференцами и устройствами встроенные есть возможность создать корпоративный каталог со всей иерархией там с правами кто кому может звонить кто кому не может звонить то есть это корпоративный такой справочек можно сделать вот плюс шлезы для подключения участников там из разных сетей то есть это не обязательно там ялинковские устройства могут быть это и других производителей ну соответственно если они поддерживают открытые протоколы конечно вот с браузером можно подключиться с других платформ таких как sky4business да тоже поддерживается шлез к таким сетям платформам к тимсу сейчас кстати доступно тестирование можете убрать тестировать смотреть вот ну если воспользоваться южной периферии о которой как раз мы доложили чуть раньше здесь конечно же необходимо использовать все-таки приложение есть у ялика есть приложение для настольных компьютеров для ноутбуков на планшеты можно поставить мобильные приложения недоступные для искательных в android маркете и apple story можно вообще как бы без установки приложения пользоваться ну через обычный браузер то есть поддерживается chrome safari mozilla например ну usb периферия все равно понадобится то есть необходимо захватывать голос там видео то есть видеокамеру и спикерфон понадобится а так больше никаких положений ставить не надо то есть стандартный браузер стройный функционал его поддерживает отключение кейлик по техсервер и мы этим тоже часто пользуемся особенно если что-то хотел сказать Максим да хотел добавить что вот как раз мы один из первых слайдов где показана наша видеоконференция как раз наши сотрудники используют приложение eolink vc desktop собственно с помощью этого приложения выводится изображение на компьютер соединяется собственно с сервером ну и так же мы просматриваем контент совершенно прекрасно все видно хорошо хорошо все работает то есть кто-то пользуется мобильным приложением сотрудникам кто-то приложение vc desktop да как видите на слайде есть интерфейс для маршруизации вызовов то есть сип-регистратор вот гибки вы видите 423 есть возможность там стыковать безопасно подключать пользователей как из публичных сетей так и из корпоративных что тоже сейчас очень актуально да то есть у многих как бы многие дома сидят неизвестно за какими компьютерами за какими вирусами здесь это тоже актуально получается вот и ну и в принципе даже можно вообще как бы не иметь ни браузера ни приложения можно вообще как бы пользоваться зрителям смотреть трансляцию на ютюбе даже есть такая возможность есть то есть поток с видеоконференции можно кинуть на на ютюб и транслировать по сети соответственно демонстрировать так ну приложение да как видите на слайде то есть разные варианты как я уже сказал можно использовать я здесь не сказал про аппаратные устройства но они тоже есть как бы как и олинковские так и других производителей единственное что их требование к ним это должны поддерживать открытие протокола в СИПе 4.2.3 то есть мы строго этого придерживаемся и соответственно если как бы эти протоколы поддерживаются то как бы совместимость она гарантируется по крайней мере мы готовы поработать над этим и доработать чтобы совместимость была то есть если какие-то там есть отличия в понимании протоколов у нас вопросы вижу по SRTP да SRTP как бы запрещен для применения поэтому как бы мы вырезаем при импорте этот протокол но при необходимости есть варианты решения то есть обращайтесь посмотрим да тут я может быть добавлю касательно SRTP оборудование которое поддерживает шифрование необходимо в обязательном порядке каждую партию собственно сертифицировать проходить сертификацию это не всегда возможно не всегда удобно для наших партнеров поэтому мы как сказал Артур в наших физических устройств SRTP вырезаем вот ну на свой страх и риск вы конечно можете использовать там стандартные прошивки E-Link но здесь уже говорится под вашу ответственность спасибо да я еще вижу вопросы по защитной крышке да у камеры есть створка то есть ее можно закрыть она поворачивается наверх как бы ее можно опустить как бы и закрыть камеру ее тоже в комплекте есть у обоих видеокамер список контактов видеокамеры нет к сожалению видеокамеры нет списка контактов но он есть терминальное приложение с которым работает видеокамера если же браузер используете да здесь как бы недоступ к контактам невозможности вызова здесь нет есть такое ограничение при участии браузеров это то что как бы нельзя кого-то вызвать вы можете перейти по ссылке либо вас могут подключить да но как бы маршрутизации вызовов нету браузер это определенное ограничение модуль статистики по использованию устройств все это есть как я уже сказал это есть румконнет приложение оно обеспечивает локальное администрирование устройств не обязательно видеокамер это касается и к сайте к спикерфонам в том числе ко всем устройствам ялинк там вся статистика есть там можно подсчитать сколько он опоздал лиц присутствующих в комнате и так далее так ну как вы видите да то спикер терминальных устройств он большой можно выбрать под ваш вариант для любого сценария можно выбрать решение так ну и что нам как бы ялингебетик сервер дает для организации институционной работы что он дает ну дает во-первых корпоративный список контактов всегда у вас под рукой номер вызова можете вызвать подключить участника собрать конференции оперативно с одним либо с двумя после выборов из списка контактов то есть без помощи администратора чисто самостоятельно от сотрудника до руководства то есть там все права есть плюс рабочий календарь с напоминанием о запланированных совещаниях и соответственно в который можно подключиться как только подойдет время вот как только время подходит это приглашение становится активным примерно за полчаса и нажав на кнопку подключиться включается конференция вот можно не ждать когда запланируют можно самим создать оперативно это функция MetNow она доступна на всех приложениях E-Link и терминальных устройствах там просто выбирайте участников списка контактов ну и запись что немаловажно все конференции можно записать причем независимо друг от друга ну соответственно если позволяет емкость сервера записи вот очень подходит для протоколирования совещаний для опоздавших да для которых не смог присутствовать и либо кто хотел посмотреть это потом в более спокойной обстановке вот записи сохраняются на сервере и доступны для просмотра либо браузера либо через те же приложения терминальные ну и богатый функционал управления конференции это регламенты совещания уже готовые то есть там есть обучение есть специальные порты активные пассивные есть возможность там запросить слово переклички ну большой функционал который сложно описать вообще как бы мы более подробно планируем провести вебинар 23 числа вот будет называться видео решение для удаленной работы где-то как раз мы хотели бы специализироваться на видео решениях и там уже более подробно все это рассказать вот причем там нашим гостем будет региональный представитель Ялинка будет прямая речь то есть непосредственно от вендора вы узнаете все достоинства и преимущества видео решения Ялинка вот ну я думаю что важно конечно послушать но и не менее важно и попробовать то есть Ялинк сервер доступен бесплатно на тестирование можно взять на месяц по акции которая сейчас идет можно взять до конца сентября уже имейте ввиду присылайте заявки постараемся оперативно присмотреть предоставить ну и заключение я хотел бы еще анонсировать еще один вебинар тоже пройдет на этой неделе к сожалению у нас эта неделя вообще насыщенная по вебинарам особенно по видеоконференц-связи вот будет вебинар еще в совмест с Майкрософтом непосредственно по решениям видео-решениям Ялинка для коммуникационной платформы Teams вот это будет большое мероприятие на целый день и по видео по Ялинковским решениям там у нас будет небольшой где мы тоже будем рассказывать ну а так в целом все задавайте вопросы пишите письма так сейчас мы используем платформу не Ялинк мы используем специальную платформу для вебинаров да я уже там ответил да Артур спасибо я может быть еще буквально пару минут хотел показать я переключился во-первых на камеру ноутбука многие заметили разницу касательно шторки ну и в целом камеру она просто очень понравилась вот сколько я ее дома использую больше больше недели касательно шторки это отдельное устройство которое крепится на камеру и собственно шторка закрывается при необходимости вот ну и сама камера она большого размера можете можете видеть в общем я честно говоря в восторге и ну про Ялинк митинг сервер как Артур сказал у нас будет отдельный большой вебинар на собственно на котором подробнее коллеги о нем расскажут ну на сегодня я думаю это все если у вас есть какие-то вопросы с радостью на них ответим мы не указали не указали email к сожалению на который можно будет вопрос задавать в случае необходимости я сейчас напишу в чате наш наш общий email если возникнет вопрос всегда готовы на них ответить ну все коллеги наверное на этом все всем спасибо что нашли время что поизучали заходите на наш сайт следите за нашими новостями этот вебинар будет выложен будет запись вебинара собственно который можно будет поделиться с коллегами ну и дополнительно конечно всю информацию вам вышли для тех кто зарегистрировался и указал свою почту все коллеги всем спасибо не болейте хорошего вам дня спасибо коллеги до встречи до свидания до встречи до встречи